Мне кажется, что весь кошмар последних двух с половиной тысяч лет связан с тем, что, в общем, никак мы не могли определиться, что же такое человек. То людьми считались только граждане античных полисов, то только свободные люди. Остальных можно было продавать, дарить. 160 лет назад у нас тут могли людей дарить. Я всегда на семинарах привожу пример о том, что еще в 30-е годы в европейских демократических странах в зоопарках держали людей аборигенов Австралии и Новой Зеландии. А их не считали людьми. Их считали как раз недостающей промежуточной цепью. Причем их держали часто в клетках вместе с аборигенами. И такие прогрессивные дарвинисты, просветители, не фашисты, показывали приходящим детишкам, что вот видите, вот мы венец эволюции, вот обезьяны, а вот видите, рядом промежуточное звено. То есть 30-е годы, еще до Гитлера. То есть в этом смысле все это очень новая штука. О том, что все люди это в общем люди. Вот две с половиной тысячи лет мы никак не могли договориться, все ли люди это люди. Ну вот, наверное, там после Второй мировой, там с системой ООН, там, не знаю, всеобщая декларация прав человека. Вот вроде как договорились. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ